Добрый день, меня зовут Генрих Эрдман. Я предлагаю вам услышать то, о чем я сейчас буду говорить. Потому что если вы меня услышите, а потом притворите все услышанное в жизнь, то достаточно быстро придете к финансовой свободе. Добрый день, меня зовут Генрих Эрдман. Без большего времени нет. Времени на подготовку им требовалось больше, но для победы им никогда не требовалось большего времени. Из 3, 4, 5 и даже 10 лет, которые им потребовались для того, чтобы добиться успеха, большую часть времени они подходили к ключевому периоду в 3-6 месяцев. От 90 до 180 дней требуется для того, чтобы построить бизнес в нашем проекте на высочайшем уровне. Эта истина относится ко всему. Это в человеческой природе. Это факты. С фактами достаточно трудно спорить. Но как подойти к этим 90-180 дням? Именно об этом я и хочу поговорить с вами. Наше тело и наше подсознание большей частью передано нам по наследству. В момент рождения мы представляем из себя мозаику, собранную из привычек, мыслей и опыта многих наших предков. Но так уж получилось, большая часть наших предков были рабами. Заметьте, еще 150 лет назад предки большинства из нас были крепостными. И каждый из них априори внес некоторую лепту в нашу жизнь. Сравнивая себя с ними, нам кажется, что мы свободны. Но, к сожалению, это не так. И речь не только о самой видимой форме рабства – работе. Когда наша жизнь состоит из ненавистного будильника, переполненного транспорта, пробок, начальства и надоевшей работы. Речь о другом. Речь о том, что нам трудно увидеть и невозможно пощупать. В наших сердцах, в наших головах до сих пор преобладает философия рабства. Рабство деструктивных привычек. Рабство неработающих мыслей. Наши старые привычки по-прежнему являются нашей тюрьмой. Наши старые привычки сковывают нас в рабстве. Вот почему людям так трудно дойти до 90-180 дней, которые меняют их жизнь. Но на самом деле прийти к финансовой свободе нетрудно. Сложнее подойти к периоду в 90-180 дней. Ведь для этого нам нужно изменить свои привычки. Самое трудное – это пройти стену рабства, которая находится в нас самих. И надо научиться проходить эти стены. Не нужно недооценивать силу старых привычек. Вполне возможно, вы знакомы с английской поговоркой. Память такая же длинная, как у слона. История этой поговорки связана с тем, что слона, вновь рожденного, в момент отдаления от матери, привязывают к дереву. В течение нескольких месяцев молодой слон пытается вырваться и разорвать цепь. День за днем, попытка за попыткой, он постепенно привыкает к тому положению, в которое он попал. И затем он прекращает свои попытки и смиряется с существующим раскладным делом. Взрослых слонов никто и никогда не приковывает. Их привязывают тонким канатом к простому маленькому колышку. И они смиренно ожидают прихода своего хозяина. Вот так и в нашей жизни. Существует десяток колышков на тонкой веревочке, название которым – наши мысли и наши неработающие привычки. Все начинается с нашего восприятия. Затем это переходит в наши мысли, в наши слова, в наши действия и в конечном итоге – в наш образ жизни. И все же, как преодолеть в себе эти стены рабства? Как подойти к ключевым 90-180 дням? Как быстро мы сможем изменить себя и свои неработающие привычки? Если вы сможете сконцентрироваться на процессе, о котором я вам сейчас расскажу, Если вы сможете преодолеть себя и отстраниться от обычного образа жизни, то вам понадобится всего 40 дней. 40 дней для подготовки к великим свершениям своей жизни. 40 дней достаточно. Вы меня спросите, почему 40? Я не знаю. Но это число встречается везде. Например, в течение 40 дней Иисус готовился в пустыне к своим деяниям. Беременность протекает на протяжении 40 недель. Спортсмены начинают интенсивный цикл подготовки за 5-6 недель до начала крупных соревнований. Или, например, Ной на своем ковчеге 40 ночей и дней ждал, пока переродится мир. Сам термин 40 дней на французском звучит как карантин. Период, когда человека отдаляют от окружающего мира для того, чтобы он смог переродиться, для того, чтобы он смог изменить себя. Интересный факт. Люди, которым ампутируют руки или ноги, в течение последующих 40 дней чувствуют фантомную боль. То есть они продолжают ощущать, что у них есть руки и ноги. И лишь на 41-42 день эти ощущения у них исчезают. Но не так уж важно, почему этот период длится в течение 40 дней. Важно, что нам необходимо сделать в течение этих 40 дней, для того, чтобы приблизить себя к 90-180 дням, с помощью которых мы можем изменить свою жизнь. Итак, первое. Что нам необходимо изменить, так это наше восприятие. Я предлагаю вам в течение ближайших 40 дней не читать газеты и журналы, не смотреть новости, криминальные или любые другие негативные теле- или радиопередачи. И самое главное, не общаться с людьми, которые крадут у вас необходимую для успеха энергию. Это те люди, у которых на лбу написано «Оправдание за пассивность». Эти люди каждый раз в общении с вами достают определенную пелену жалоб, причины оправданий, суть которых сводится к следующему. Я не могу добиться успеха, потому что у меня нет денег, потому что у меня нет времени, опыта или образования, потому что у вас нет бизнеса, который устраивал бы меня, продукта, который бы мне подходил, значков, ручек, сервис-центра, доставки в мой город. Все выглядит так. Люди, которые окружают вас и оправдывают свое бездействие, приходят в ваш дом, в ваш внутренний храм успеха. Открывают дверь. Нет. Они открывают ее пинком и вносят в ваш зал пару ведер с помойками. Разливают на вашем любимом белом ковре эти два ведра и начинают втаптывать их своими ногами. Затем мило улыбаются, говорят «спасибо», уходят и напоследок еще добавляют «до встречи». Как только они достают свой черный список оправданий, извинений, проблем и другого мусора, говорите им «стоп, я сижу на диете хороших новостей». Ставьте меня от необходимости выслушивать ваши оправдания. Итак, друзья, первое, что вам необходимо делать в ближайшие 40 дней, так это сесть на диету хороших новостей. Забудьте о газетах, забудьте о журналах, политике, проблем экономики и, самое главное, забудьте о людях, которые высасывают у вас позитивную энергию успеха. Субтитры подогнал «Симон»! Бенджамин Израэля, британский политический деятель прошлого века, чью биографию я когда-то досконально изучил, однажды сказал «Не читайте историю, изучайте биографии». Я уже говорил, что изучил биографии сотен людей. В трудные минуты жизни они всегда помогали мне и вдохновляли меня. Когда мне хотелось все бросить, я задавал себе всего лишь один вопрос «А что бы на моем месте сделал Том Монаган?» Когда мне хотелось плакать, я спрашивал себя «Что бы сейчас сделал Саачира Хонда или Михаэль Шумахер?» Когда я не знал, что мне делать, я спрашивал себя «Что бы сделал на моем месте Винстон Черчилль, Билл Гейтс или Тед Тернер?» И знаете, это всегда помогало мне. Истории их успеха вдохновляли меня. Я избавляюсь от грязи в своей голове, пропитывая себя успехом других людей. Итак, второе. Изучайте биографии успешных людей. На протяжении ближайших 40 дней возьмите за привычку читать как минимум по 30 минут в день. Изучайте как минимум по одной биографии в неделю. Не поступайте глупо. Не обманывайте себя. Прочитав для отчета за неделю 7 коротких биографий. Внимательно изучайте биографии каждый день. Я приготовил для вас уникальный инструмент. Я предлагаю использовать его каждый день. В течение 15 минут ежедневно вам предстоит выполнять упражнение, которое окончательно избавит вас от синдрома пробки в океане. Если у человека нет цели, то он болтается либо как фекалия в проруби, либо, что еще хуже, служит целям других людей. Не пренебрегайте упражнением, которое находится на этом диске. Упражнением номер один. Работайте со своим воображением каждый день. Прослушивайте это упражнение в течение 15 минут в течение ближайших 40 дней. Изменив свое представление о себе, мы в корне меняем свою жизнь. Вы можете проделать огромную работу, заслуживающую уважения, но если ваши действия будут построены на фундаменте неработающей философии, то о финансовой свободе нам говорить не придется. Постоянно повышайте уровень уверенности в себе. Выполняйте мое второе упражнение. Вера в себя – это еще и вера в своих партнеров. Как часто мне приходилось слышать сомнения от наших некоторых потенциальных партнеров. Любые сомнения в нашем успехе – это прежде всего признаки сомнения в самом себе. Если человек не доверяет себе, то естественным образом он не будет доверять и другим людям. Он не будет доверять компании, он не будет доверять проекту. Отбросьте черные мысли. Верьте в себя. Верьте в своих партнеров. И ежедневно выполняйте второй аудиоурок. Итак, в тот момент, когда мы меняем свое восприятие, заполняем его успехом, в тот момент, когда мы работаем над своими целями и уверенностью в себе, мы готовы к действию. Потому что любые мысли необходимо подкреплять действием. С первым действием вы уже знакомы. Это коммуникация с теми людьми, с которыми вы работаете в нашем бизнесе. Коммуникация со своим наставником и партнером. Оправдание а-ля мне некогда, не о чем рассказать, у меня нет вопросов или я не хочу тебя беспокоить. Это стандартный набор оправданий. Помните, если есть оправдание, то значит у вас никогда не будет результата. Либо оправдание, либо результаты. Третьего не дано. Для чего же держать постоянную связь со своим наставником? Для того, чтобы задавать вопросы? Нет. Связь с наставником – это исповедь. Ваша задача – просто рассказать о том, что сегодня в вашем бизнесе произошло и что вы собираетесь делать завтра. Вы не совершите сотен ошибок, ведь ваш наставник может поддержать вас нужным советом. Корректируйте свои действия с партнером. Ведь две головы лучше, чем одна. А если учесть, что и ваш партнер общается со своим партнером и так далее, вы сможете использовать опыт огромного числа людей. Итак, действие первое. На протяжении ближайших 40 дней, каждый день общайтесь с человеком, который вас пригласил и работает вместе с вами в вашем бизнесе. Второе действие, которое тоже входит в трио золотых правил, о которых вы уже слышали – это действие записывать. Вам, скорее всего, приходилось слышать выражения, даже самый тупой карандаш, острее любой памяти. Так вот, записывать вам необходимо не только для того, чтобы фиксировать информацию. Записывать стоит еще и потому, что успешные, позитивные и здоровые мысли, зафиксированные на бумаге, автоматически фиксируются в нашем подсознании и в конечном итоге в нашем теле. Действие, а процесс письма – это действие, порождает другое действие. Ваш настрой, ваша уверенность в себе, в своем успехе удвоится, если вы будете использовать этот простой инструмент. Безусловно, вы уже знаете, что следующее золотое правило – присутствовать на всех мероприятиях. Это очень важное правило. Кроме того, что вы будете общаться с потенциальными партнерами, своими уже действующими партнерами и финансовыми экспертами, вы сможете наслаждаться той энергетикой, которая присутствует в зале. В тот момент, когда человек присутствует на событии, для него сжимается время. Спикеры, участники, свидетельства успешных людей, сама атмосфера – все это сжимает время и позволяет нам ускорить процесс продвижения к своим 90-180 дням. Можно найти много причин, которые помешают вам в течение ближайших 40 дней быть на всех происходящих событиях в вашем городе. Но знайте, если есть оправдание, не ждите результата. Помните, либо оправдание, либо результаты. И, наконец, последнее действие – разговаривайте с людьми. Если вы хотите самостоятельно добиться успеха в жизни, то знайте, вас ждет долгая дорога, итогом которой будет разочарование. Никогда и никому в нашем мире не удавалось добиться успеха в одиночку. За любым успехом стоит работа людей, за великим успехом стоит труд огромного числа людей. Но как добиться успеха? Очень просто. Общайтесь с людьми. Думайте о том, как помочь им добиться успеха. Ваш успех на 100% зависит от успеха тысяч людей, окружающих вас. Они еще не знают об этом, и ваша задача – им об этом рассказать. Знайте, что все, с кем вы общаетесь, благодаря вам могут добиться успеха в инвестировании, в бизнесе или освоении новой и увлекательной профессии финансового эксперта. В первую очередь делитесь возможностями инвестирования. Тренируйте свою интеллектуальную массу. Как минимум одна встреча в день, которая заканчивается продажей или передачей книги. Книга – ваш универсальный инструмент развития бизнеса. Помните об этом. Если в течение 40 дней выпадет день, когда вы не рассказали о возможностях инвестирования хотя бы одному человеку, знайте, вся программа 40 дней пошла на смартфон. Начинайте все сначала. Не обманывайте себя. Давайте подведем некоторые итоги. Для того, чтобы подготовить себя к периоду восхождения на Алим, к периоду в 90-180 дней, вам необходимо выполнять 8 действий, о которых я вам рассказал сегодня. Первое. Диета хороших новостей. Второе. Изучайте биографии успешных людей. Третье. Мечтайте. Работайте со своим воображением. Используйте для этого упражнение номер один, которое находится на данном диске. Четвертое. Работайте со своим уровнем уверенности в себе. Выполняйте упражнение номер два. Пятое. Поддерживайте связь со своим наставником. Шестое. Записывайте все, что происходит на событиях. Записывайте всю информацию, которую вы услышите от своих партнеров. Записывайте все, что узнаете об успехе. Седьмое. Будьте на всех событиях, которые проходят в вашем городе и вообще в компании. Восьмое. Разговаривайте с людьми. Не ложитесь спать, пока не передали книгу хотя бы одному человеку. В течение 40 дней вам предстоит все это выполнять ежедневно. И если вдруг по каким-либо причинам вы забудете или не выполните в течение дня одной из восьми действий, знайте, все идет на смарку. Ваша программа 40 дней начинается сначала. Не обманывайте себя. Мне приходилось видеть, как через 40 дней после старта программы ко мне подходили люди и говорили «Я все делал в течение 40 дней из того, что вы мне сказали». И знаете что? У меня ничего не получилось. Как только я это слышу, я понимаю. Он ничего не делал. Он по-прежнему раб своих деструктивных привычек. И знаете, что я в такой момент говорю? Стоп. Я сижу на диете хороших новостей. Меня не интересуют ваши оправдания. А затем отправляюсь на общение с другими, но уже позитивными людьми. И все-таки у меня есть еще одна хорошая новость для вас. Никогда не поздно начинать сначала. В случае, если вы ошиблись и прервали 40-дневный курс, начните все сначала. В этом нет ничего страшного. Просто вы стали немного старше. Вы стали чуть дальше от успеха. Но никогда не поздно начинать сначала. Цените себя. Цените свое время. Действуйте. Я вам рекомендую в ближайшие 40 дней придерживаться 40-дневному плану, 40-дневному курсу. Выполнять вышеописанные упражнения. И я уверен, совсем скоро мы с вами встретимся на Олимпе нашего успеха. Удача. Удачи. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В случае, если по каким-либо причинам в один из дней вы не выполните упражнения, то есть прервете 40-дневный цикл, то не отчаивайтесь. Начинайте выполнять упражнения снова и продолжайте выполнять их в последующие 40 дней. Выполняя упражнения, устройтесь поудобнее. Отстранитесь от окружающего мира. Попросите, чтобы вас не беспокоили в течение ближайших 15 минут. Перед упражнением сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет уравновесить ваше дыхание. Освободите руки. Постарайтесь, чтобы ваши руки и ноги не скрещивались. Закройте глаза и настройтесь на важный и весьма конструктивный разговор с самим собой. Не спешите быстро возвращаться в суетливую жизнь после упражнения. Посидите еще несколько минут с закрытыми глазами. Затем откройте их, потянитесь, подойдите к зеркалу и обязательно улыбнитесь. Жизнь прекрасна, особенно тогда, когда у нас есть возможность жить. Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что вы должны прояснить для себя одну очень важную мысль. В этом мире нет людей, которые умнее и лучше вас. Позвольте мне повторить эту мысль еще раз. Нет в этом мире людей умнее и лучше вас. Выкиньте из головы иные мысли по этому поводу. Ведь одной из причин, почему вы слишком дешево продавали себя, почему вам не хватало успеха вообще и финансового успеха в частности, является убежденность в том, что люди, которые на данный момент действуют лучше вас или добивались большего, чем вы и по сути своей лучше вас, забудьте об этом. Избавьтесь от этой ложной и неэффективной мысли. Нет в этом мире людей умнее и лучше вас. Помните, мы представляем из себя то, что мы о себе думаем. Вообразите, что не существует никаких ограничений на то, кем вы можете стать, что иметь или чем заниматься в жизни. Только на одну секунду представьте себе, что у вас есть все, о чем вы мечтаете. Время Здоровье Деньги Образование Опыт Связи Друзья Всевозможные ресурсы И все, что вам необходимо Для достижения поставленных целей Чем яснее предстанет перед вашим умственным взором, Образ вашего здоровья Счастья и процветания Тем быстрее Вы станете двигаться ко всему этому И тем быстрее будущее будет двигаться к вам В тот момент, когда вы нарисуете четкую, мысленную картину того, К чему стремитесь в жизни То станете более позитивным, более мотивированным, будете более решительно притворять все свои замыслы в действительность Вы сможете разом высвободить свой природный и творческий потенциал Придумайте огромное количество идей, которые помогут сбыться вашему видению Вашей великой мечте Представьте, что ваш потенциал абсолютно не ограничен Какого рода жизнь вы пожелали бы себе создать Нарисуйте картинку своего будущего Представьте, чем вы занимаетесь Подумайте, что делаете Кто вас окружает Не ограничивайте себя Нарисуйте картинку своего будущего Субтитры создавал DimaTorzok Каждый раз Разрешая себе мечтать О своем великом будущем Вы повышаете свою самооценку Укрепляете чувство собственного достоинства И способствуете тому Чтобы больше нравиться себе И сильнее уважать себя Подобные мечтания Улучшат ваше представление о себе И повысят уровень уверенности в себе Они приведут к росту вашей самооценки И самоуважения А также повысят чувство внутреннего достоинства И счастья В своих высоких мечтах И великих видениях Есть нечто такое Что воодушевляет нас И стимулирует действовать И быть лучше Чем когда-либо прежде Загляните в свое будущее еще раз Посмотрите на то В каком вы живете доме На чем вы передвигаетесь С кем и куда путешествуете Не ограничивайте себя Дайте волю своим чувствам Мечтайте Загляните в свое будущее Дайте волю своим чувствам Представьте себе Что будущее О котором вы только что мечтали Уже достигнуто Оглянитесь назад В то время И то состояние Где вы находитесь сегодня Где вы находитесь сейчас Что вам надо сделать Для того чтобы добраться туда Где так хочется быть Какие шаги вы должны предпринять Что следует изменить Что следует изменить в своей жизни С чего необходимо начать С чего необходимо начать От чего следует отказаться Если ваша жизнь Если ваша жизнь Сложится идеальной во всех отношениях Как она будет выглядеть Независимо от того Что именно следует делать по-другому Прямо сейчас Сделайте очередной шаг Пообещайте себе Что вы сделаете абсолютно все Для того чтобы добиться Своих целей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте еще раз Поработаем со своим воображением Подумайте о том Где и с кем вы проводите Свое свободное время Загляните в будущее Посмотрите на то Чем вы увлечены Посмотрите на себя со стороны Как вы выглядите Кто окружает вас Независимо от того О чем вы мечтаете Продолжайте это делать Не спешите Предоставьте себе возможность Побыть наедине с собой Откройте глаза только после того Как закончит играть Этот музыкальный отрывок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представьте себе Что вы оказались на природе На самом прекрасном для вас Месте на земле Представьте что вы находитесь Побудьте наедине с самим собой Подарите себе миг свободы А теперь Оглянитесь вокруг Посмотрите на то Что вас окружает Пройдитесь немного Наслаждайтесь природой Наслаждайтесь природой А теперь Сделайте глубокий вдох Задержите дыхание А теперь выдохните Задержите дыхание Сделайте еще один глубокий вдох Задержите дыхание Выдохните 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 Представьте себе Что вы сняли обувь И остались босиком на земле Сделайте еще Несколько шагов Не ограничивайте себя Ни в чем А теперь Сядьте Устройтесь поудобнее На своем Любимом месте Хотите Из-за Сядьте Василий А теперь вернитесь на свое любимое место. Знайте, что только что вы стали еще ближе к своему ощущению полной свободы. Сделайте глубокий вдох, представьте себе, что вы встали, сделали несколько шагов, почувствуйте землю под вашими ногами, помечтайте. А после того, как закончат играть музыка, откройте глаза. Верьте в себя. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закройте глаза Внимательно вслушивайтесь в каждую мою фразу Повторяйте вслед за мной Истинное понимание моей цели И моего предназначения на Земле Дает мне энергию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я начинаю делать то, что еще вчера считал для себя невозможным Субтитры создавал DimaTorzok Мой потенциал велик Мой потенциал безграничен Я бросаю вызов судьбе и преградам Встающим у меня на пути Я способен изменить мир Написав историю своей жизни Собственной рукой Меня будто кто-то ведет К новым возможностям Подталкивая к триумфу И испытаниям Падая Я готов вставать И продолжать борьбу Каким бы тяжелым падение не было Ведь мне известно Что победа в любом случае Останется за мной Я ищу Я пробую Я действую Разрывая оковы И разбивая собственные стены Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok